Машленица Приход весеннего тепла на смену зимним холодам, надежды на богатые будущие урожаи, символизируют возрождение жизни. Ведь Машленичная неделя – это сытые, веселые, разгольные дни, а на смену приходит великий гост. Роскошные, горячие плены, походы в гости к родственникам. Игры, забавы, гуляния. И, конечно, в завершение – символическое сжигание чучела зимы. Времена и эпохи проходят, но традиции Машленичной недели хранятся русским народом. Поэтому вовсе неудивительно, что чудесную атмосферу исконного русского праздника не обошли своим вниманием великие русские писатели и поэты, композиторы и художники. Ярко и образно отразилась она в стихах Пушкина и Лермонтова, в прозе Гончаровой, Утрина, Шмелева и Гунина, в музыке Чайковского, Римского, Корсакова и Островинского, в живописи Сорикова, Маковского и Устодиева. Масленица нашла довольно широкое воплощение в русской литературе. Многие писатели так или иначе прибегали к изображению Масленицы в самих праздниках. Они отражали не только ее земную материальную сторону, но показывали и небесную, высшую сущность праздника. Михаил Лермонтов посреди небесных тел Посреди небесных тел литр луны туманной. Как он круглый и как он белый, точно блин с сметаной. Каждую ночь она в лучах, путь проходит млечный. Видно там на небесах Масленица вечно. Они хранили в жизни нервной, привычной милой старины. У них на Масленице жирной водились русские длины. Александр Пушкин и Евгений Онегин. Так в этом маленьком отрывке Александр Сергеевич смог передать всю атмосферу этого русского праздника. В сказке Александра Николаевича Островского «Снегурочка» обращение к теме Масленицы тоже нужно считать созданием атмосферы. Сюжет разворачивается в нигне мифические и, очевидно, стародавние времена. Но для Снегурочки эта песня обращения к Масленице, которую она называет Масленицей на старинный манер, это крик души. Ее оставили одну в лесу. Для нее начинается новая жизнь с бабулем и бабулейхой. Прощание со старым трудно, но необходимо ради будущего. Это и мысли Снегурочки, и суть самого праздника. Честная Масленица веселенько тебя встречает, привечает, трудно-мудно со двора провожает. Ушик, как нам тебя вертать, ворочать? Воротись, Масленица, воротись, Честная Масленица, воротись хоть на три денечка. Не воротишься на три денечка, воротись к нам хоть на денечек. На денечек, на малый часочек. Честная Масленица. Такое языческое утельное княжество Москва. Она ест блины горячими на кругу и ест с маслом, со сметаной, с икрой зернистой, с паюстой, с алхеточной, с очуевской, с китовой, с сомовой, с селедками всех сортов, с кильками, шпротами, сардинами, с семушками, с сишком, с балочком осетровым, и с белорубьем, с тешечкой, и с осетровыми молоками, и с копченой стерлядкой, и со знаменитым снятком из Белого озера. Яд и с простой закладкой, и затейливо комбинированный. Так в романе «Юнкера» Александр Куприн рассказал о любви нашего народа к хорошей и сильной еде, продемонстрировав в этом отрывке все богатство русской хлебосоны. Самый яркий литературный образ Масленицы создал русский писатель Иван Сергеевич Шнелёв. В его повести «Лето посподне» есть целая глава, посвященная этому празднику. В ней автор описал свои детские впечатления. Теперь отустнили праздники, и люди как будто охладели. А тогда все и все были со мной связаны, и я был со всеми связан. От нищего старичка на кухне, зашедшего на углу гиблин, до незнакомой тройки, мчавшейся в темноту со звоном. И Бог на небе, за звездами, с лаской глядел на всех. «Масленица, гуляйте!» «В этом широком слове и теперь еще для меня жива яркая радость». В нижнем этаже, в трактире Егорова, в охотном ряду, было полно бахматыми, просто одетыми звужщиками, резавшими стопки блинов, залитых в сверхмиры маслом и сметаной. Было порно, как в бане. В верхних комнатах тоже очень теплых, с низкими потолками. Второзаветные купцы забивали огненные блины зернистой икрой, замороженным шампанским. В одном из лучших рассказов Ивана Бунина «Чистый понедельник», вошедшем в цикл «Темные аллеи», тема «Масленица» звучит грустно, ведь главным героям предстоит пережить расставание. В «Чистый понедельник» героиня резко меняет свою судьбу, поэтому трактир с блинами был последним моментом их совместной разгонной жизни. Субтитры создавал DimaTorzok